Я на Гоголевском бульваре и иду сейчас на Гоголевском бульваре. Здравствуйте, дорогие друзья! А я спешу к своей подруге Евгении Высоцкой, которая находится в 23-м павильоне. Вы помните ведь, что она руководитель отдела моды Союза коллекционеров России. Ну а сегодня здесь участвуют в этом мероприятии члены Союза коллекционеров. Их здесь много. А вот этот бокал, это чей такой красивый. Это, знаете, не знаю чей, что и тысяча стоят, и стекло, и для орешек очень удобно, знаете, для варень. Ну красиво такое. Очень нежно получается. И там оленей. А 15 тысяч это весь, да? Весь набор такой. Тоже очень красиво, конечно. Бокал необычный. А ты что хочешь? Чего-нибудь. Да. Вот это тоже красиво у вас. Кофейная пара. А чья она? Англия. И рисунок это живопись или нет? Да, это все ручная роспись. Ручная роспись. И мы же тоже по всей на себе. Я привожу. Да, и сама коллекционер. Ну что ж. Вот это шедевр. Шедевр, да? Это чей? Чексловакия? Да, абсолютно верно. Лёд. Ну вообще, да, я так и не видела. Это арт-декор 1920-й год. Надо же. Чехи молодцы, они, у них стекло, конечно. Вот и сколько такая красота стоит. Очень красиво. А кстати, ей уже больше ста лет. И нигде не найдется там. Да. Нет, ну вообще, я вот сколько была на облашенных рынках, я такую не видела. Она действительно уникальная. И в каком не найдется. А вот это вот чья? Это венчевод. А венчевод, зеленый. Привыкли голубому. Но он бывает зеленый. Потому что это 1885-й год. Никак у него малинка, это что? А, вот этот мель. Мель. Я уже увидела. Шишечки. Да, и ручка, видите, как раз. И сами как листики, да. Какая потрясающая вещь. Да, у вас здесь красивые такие височки. А у нас коллекционные. Очень много. Коллекционные, да, да, да. И вот с коллекционером интереснее разговаривают, потому что он все знает. Ну, потому что мы не знаем. Да. Питерский, Питерский. Спасибо. А сколько же вот этот хмель стоит? 12. Ну, с торгом. Там есть небольшой дефект листочка. Спасибо. Пожалуйста. Пройдусь еще. Хочу посмотреть ваше. Ну, как не в Англии. Очень симпатичная. Я тоже на нее внимание обратила. Все такое коллекционное. А вот эти вот синие бокалы. Это СССР экспортный вариант. Синие. Сколько они? А, разные. Смотрите, большие цепи. Нет, вот эти. Вот эти 8 штук за 3 600. На одном есть небольшой школь. Ну, их вот не 6, а 8. Ну, это неплохо. Прям совсем не плохо. И зелен у них очень приятный. Надо же. Это господинская листочка. Вот это интересное, чье у вас такое чайное. Это современное. Вот это современное. Ну, современное. Не знаю, чье, потому что написано Lifestyle. В России я тоже уже увидела. Ну, они дешевые. Вот эта чашечка 300. Если все будете брать за 1800, тогда вы не узнаете. Ну, очень. Такой сервис веселый. Он очень сочный. Да? Такой. Да. Прям вот дачник. Да. Вот летом на даче. Ой, я уже столько посуд набрала на дачу. Я думаю, как я повезу. У меня больше займет посуда, чем одежда и продукты. Мы в Владимирской области. Ну, а эти какие красивые чашки. Англия. Только современная Англия. Ой, какая красота. Боже мой, а сколько они? 1700 за две штучки. Ну, можно отдельно купить. Слушайте, такая красота. Но они легкие вообще. Блин, у нее много. Они правда очень легкие. Вы знаете, у них качество хорошее. Они легкие. Роспись такая интересная. А у вас ровно эта блюдечка стоит? Мне кажется, она что-то в ту сторону больше. Ну, она немножечко съезжает. Ну, замечательная. Просто, ой, какой красивый. А вот эта чайная пара, сколько у вас? Вот это ЛПЗ ромашка. Желатая ромашка, да. А сколько она? Она почти древняя. Она, по-моему, больше размер, да, чем обычная или нет? Или мне уже кажется? Ну, это чайная интересная. Вот это все броши производства Чехословакии. Это так называемое, господи, глушеное стекло. Да, вот у Сергея тоже есть подобное. Еще две парочки таких. Глушеное? А почему глушеное? Да, глушеное стекло. Ну, вот такая технология. А что? А чем оно? То есть его как бы затемняли, это стекло, чтобы оно становилось непрозрачное. Добавки туда делали определенные. Вот это стекло. Да, это стекло. Хотя выглядит оно как металлическое. Выглядит как пластмасса, но это стекло. Да, нет, это стекло. Стекло с металлами. Да, это же. И да, сейчас эта технология не используется. И некоторые броши очень редкие. Вот это, например, у Чехословакии. Ну, это, по-моему, пластмасса или стекло. Вот это глушеное стекло. Да, это глушеное стекло. Чехословакия. Друзья, вот слышали? Глушеное стекло такое есть. И сейчас эти броши тоже имеют коллекционную ценность. Является предметом коллекционирования. Оно все, потому что у них такое было стекло всегда, бесподобное. Были технологии свои, да. Стандартные очки Малакия. Тоже, вот, да. Это, по-моему, у вас такая. И сколько такая? Такая, сколько у нас? Культары. Культары, да. Спасибо. Почти как моя. Да. Ой, красиво, красиво. Сразу все так и не увидишь. Потихонечку, да? Вот, смотрят надо. А вот, посмотрите, какая пудреница. Вы видели такую? Это резной перламутр. 50-е годы, Япония. Она со змеем. Да, дракон. Прелесть, дракон, да. Это ручная резьба. Это пудреница в состоянии новой. Ею не пользовались. Вот, считайте, ей более 70 лет. Потрясающе. Да, прекрасная коллекционная пудреница. Да, винтажная. Сумки все винтажные, начиная от 60-х по 80-х годы. Лаковые, вот я вижу, да. Это не тиснение, это натуральная такая кожа. С таким принтом. А вот черная тоже макуная. Это тоже какая-то змея или, может быть, ящерица. 60-е годы. Замок такой красивый. Да, прекрасное состояние. Вот такая сумочка. Сказали, что это ящерица. Что же, 60-е годы. Идеально, можно сказать, состояние. Внутри такая нежная голубая шелковая подкладка. Ой, шуши, тепрадая. И такой милый кошелечек для мелочи на цепочке. Отличное состояние. Сколько стоит вот это? Это шкатулки японские. Под украшение. Да, ну очень красиво. Сколько стоит? Тысячу рублей. Девушка, мы не можем отменить. Хорошо. Осторожно. Это декоративное, это для украшения интерьера, не для использования. Все отмена. С подставочками. Белье даже. Есть белье женское. Это 60-е годы. Вот такое тоненькое, трикотажное, там все это бумажное белье. Маечка. Ну вот с длинным рукавом. Нижнее белье. Да, да, я вижу. Можно как пижамку использовать, можно как просто белье. Да, я помню, как за этим сиганялись. Очень красивое. Маечка. Чудесное качество, нежное все. Тонко выполнено. Зонтики особые. Особый интерес покупателей привлекают вот эти зонтики. Это зонты. Настоящие, японские. А сколько вот тот маленький стоит? Женские по 6 тысяч, мужские по 8. Понятно. Сейчас зонты, японские зонты, изготавливаются в Китае из полиэстера. Да. Поэтому вот этих вещей не найдешь. Уже сейчас такого качества. Здорово. А с вами хотела... Нет ее? Давайте. Ну, большого размера, я так поняла, что нету. Большого, ну как, относительно большой. О, о. Ну, это... Отрезное по талии, это как бы тоже на любителя. Восьмидесятые годы. Ну, особый интерес представляют, конечно, вот эти платья до семидесятые годы. Ну, да, да, да. И вот такой крой узнаваемый. Их несколько похожих, не одинаковых, но похожих. Ой, правда, такие яркие, красивые. Достаточно длинные. Я думаю, что они в пол. А, в пол. Это значит, да, на какую-то вечеринку. Это уже восьмидесятые годы. Уже вековая. Очень интересная. Два костюмчика. Ой, какие костюмчики. В шестидесятые годы. Совершенно новый костюм. Это японская марка. Это трикотаж, трикотаж, юбка. Вескозный трикотаж. На лето прелесть какая. Да, юбка на подкладе. И вот такой топ без рукавов. И вот еще очень интересный комплект. Тоже абсолютно новый. Тоже японской марки. Вескозный трикотаж. Юбка на подкладе. И вот такой жилет или топ на пуговице. А вот эту полосочку, это что у вас там? Вот. Это? Это бумажное кимоно. Вот я так и подумала, что это. Японское, естественно. Настоящее. Красота. Совершенно новое японское кимоно. Посмотрите, эти зонтики японские. Да, да. Украшают ткань. Какая красота. Она очень хорошая. На высокий рост подойдет. Ну, красота. Да. И у вас там японское что-то такое висит? Бирюзовое. Это тоже, да. Это совершенно новый халат. Я не знаю, как бы у него есть, наверное, правильное название какое-то. Ой. Вот. Жаккардовая ткань. Шелк. Жаккард. С золотой нитью. Вот симпатичные, пока же, вечерние наряды. Это такая шестидесятые, может быть, начало семидесятых. О, да, 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 да. Смотрите. Ткань. Вероятнее всего, крем-плен с золотой искрой. И вот такая. Что-то сразу Америка вспоминается. Там эти модные. Может быть. Платья на вечеринке. Вот еще очень тоже симпатичный комплект праздничный. Это шестидесятые годы платье. И вот такой, ну, болеро, я бы назвала, или жакет, жакет укороченный. И пюр на подкладе. Еще покажу тоже одно из интереснейших вещей. Это вот такое пальто или плащ. Это шестидесятые годы. Натуральная замша. Прекрасный сажевый подклад. Пальто изготовлено в Испании. Прекрасная сохранность. Для вещи уже практически антикварной. Шестьдесят, сколько лет? Шестьдесят, больше шестидесяти лет этому пальто. Мягкая, прекрасная замша. Да. И много другой одежды. Ну да. Пятьдесятых, восьмидесятых годов. Джинсы даже. А белье, посмотрите на это белье. О, так это белье. Это комбинация, нейлоновая комбинация, совершенно новая. Японские, пятидесятых годов. Мы их вынимали из пакетов. У нас их несколько цветов. И вот такой розовый нежный, и белый, и сиреневый, и черный. Для невесты, да, или для кого-то прям. Ну, это уже не уточняется. Да, да, да. Кто копит, тот и будет носить. Абсолютно новая. Вообще, да. Уже тоже, можно сказать, по возрасту антикварная. Жестная, да, да, да. Очень нежная. В нейлон выкладывает такой. Фактура, текстура очень нежная. На ощупь. Да, да. Шелковистая. Спасибо. С писаром. Посмотрите, какой красивый. Это японский, да? Да, ручная работа, японский бизер. Прелесть какая. И японский же кошелек брендовый. И деньги там японские лежат. А это что такое? Типа кошелька, что ли? Это сольная лампа почемная. Это такой косметический набор. А, понятно. Ну, очень красивый. Да, тоже Япония, 60-е годы. Это перламодр натуральный. Энкрустация. Я хочу сказать, я на Блашенке вот такие видела. Это сережки у вас? Это клипсы. Это марка Аске Лондон. Тот же винтаж. Не можем открыть, не сломайте, пожалуйста. От возраста застыл там что-то. Лак, наверное, застыл. Все к нему. Да. А открыть его нельзя. Можно в интервете посмотреть. Брошечка такая красивая. Очень много. Вот это брошь дореволюционная. Да, очень много палитра. Вот изделия, знаменитый завод Репорта. А как разрывай? Ну, это коллекционный чайник. Да, менять. Он не для использования, конечно. Нет, ну, конечно. А для украшения быта. Но очень интересный вид. Лаково-миниатюр у вас много. Сатерти и подзоры. И подзоры, понятно. Все в очень хорошем состоянии. Ну, вот, например, вот эта наволочка, она совершенно новая. Она даже не закончена. Тут вот немножко капнуло, видимо ли, с хранения. Вот видите. Ну, идеально. Решили. Так она новая. Она состояние новая. Ею не пользовались. Да. Тут даже не законченным. Я думаю, что здесь два элемента. Может быть, они должны были быть тут еще выполнены. И выполнена монограмма вот небольшая. И клапан не закончен работой. То есть должны были быть... А, вот петельки пробиты, а пуговки не пришиты. Ну, пуговки, как правило, сами пришивали, мне кажется. Ну, кто делал эту наволочку? Это же не фабричная вещь. Не думаете, не фабричная? Ну, нет, конечно. Ну, это все... Ручная производство. Да, по заказу, видимо, выполнена. Здорово. Может быть, какое-то было какое-то производство, отель, где, может быть, которое сшило пастельное было. Вот, кто-то приобретет и закончит эту наволочку, доделает. Друзья, с наступающим праздником! Мир, труд, май! Хорошего настроения и благополучия! Друзья, я с вами не прощаюсь. Вы увидите скоро следующее видео. До встречи! Бульвар, храм Христа Спасителя, а вот и метро. Но я поеду на троллейбусе до моего дома. Метро Пропуткинская. Метро Попуткинская. Метро Пропуткинская. Продолжение следует...